В русском драматическом театре немецкий режиссер готовит новую премьеру. Это постановка по произведению Эрика Эммануэля Шмидта «Господин Ибрагим» и «Цветы Корана». Спектакль ставится на камерной сцене и планируется, что он откроет в театре новый юбилейный для русской драмы сезон. На репетиции новой театрализованной истории побывала наша съемочная группа. Подготовка к спектаклю идет полным ходом, потому как постановка на суд зрителя будет представлена уже в начале сентября. Такие темпы для зарубежного режиссера Эдзарда Шопмана привычны. Главное, контакт с актерами есть. Теперь важно донести основную мысль произведения. Основная направленность всей моей работы – это как раз-таки проблемы культуры и религии. И как раз в пьесе «Господин Ибрагим» из этой «Цветы Корана» затрагивается именно этот вопрос. Здесь затрагивается вопрос проблемы иудаизма и мусульманства, различия как культурные, так и религиозные. И проблема религии и культуры актуальна как у нас в Европе, так и в России. Эта философски глубокая история взрослеющего ребенка замаскирована под внешне незамысловатый рассказ о брошенном сначала матерью, а потом и отцом – мальчишке, страдающем от одиночества. Сейчас на камерной сцене идет репетиция спектакля «Господин Ибрагим» «Цветы Корана». Его автор Эрик Менель Шелесан – очень тайн, автор Франции. Его спектакли с огромным успехом идут на всех театральных площадках мира. Теперь Юфа увидит его спектакль. Моисей Момо живет в Париже, на Голубой улице, которая вовсе не Голубая. Покупает на ужин консервы у местного араба, который вовсе не араб. Что же здесь настоящее? Взросление, дружба и столкновение с миром другой религии. Я не араб, я мусульманин. Я думаю, он больше Момо, конечно, чем Моисей. Почему? Потому что в процессе пьесы он перестает быть Моисеем, он перестает быть еврейским мальчиком. Он перестает себя ассоциировать со своими вот этими корнями. Он потом становится Мохаммедом, да. И это как бы его, опять же, осознанный его выбор – быть Мохаммедом. Не по годам взрослого мальчика играет Алексей Рубанович. Это одна из первых его крупных ролей. И сразу удача. Руководит им режиссер из Германии. Впрочем, на площадке работа над образами идет совместная. Здесь на постановку игры влияют и актеры. Он дает возможность актеру думать самому, предлагать самому. И то, что нужно или не нужно ему, он что-то отбрасывает, что-то оставляет. Это удобно для актера, потому что это расширяет поле фантазии и более объемный образ. Премьерный показ спектакля намечен уже на 8 сентября, после чего состоятся обменные гастроли. Наши артисты покажут екатеринбуржцам «Луновый листопад», «Голубую камею» и другие спектакли. Тем временем свои спектакли на сцене Русского драматического театра отыграет коллектив Свердловской музыкальной комедии. Мария Изгина, Урал Шарипов, Новости культуры Башкортостана.